Рожденный ходить по воде, он родился в Астрахани, воевал на Дунае, устрашал и учил на Амуре, а сейчас живет на берегу. Биография Благовещенского бронекатера с бортовым номером 905 наполнена подвигами, а географию его походов может позавидовать даже заядлый путешественник. Но обо всем по порядку. Началась история этого легкого, но все же танка на воде, 72 года назад. Именно тогда, в 43-м, в разгар Великой Отечественной войны, его и множество его товарищей спустили на воду для того, чтобы бороться с фашизмом. Разрабатывать же такие бронекатера начали еще до начала войны, в 1932 году. У них был авиационный бензиновый двигатель, что обеспечивало скорость до 35-38 км в час. Толщина брони достигала 10 мм. Эти плоскодонные небольшие катера зачастую не имели даже компаса. Ни в одном из подпалубных помещений нельзя было выпрямиться. До войны считалось, что их можно использовать при волнении более трех баллов. В годы же Великой Отечественной бронекатера выполняли задачи даже в шторм до 6-7 баллов. Кроме того, живучесть этих кораблей была очень высокой. Если не отказывали двигатели, то катера не выходили из боя, получив и несколько попаданий. Экипажи таких судов совершили немало подвигов за долгие пять лет. Но и после войны им нашлось применение. Ситуации в мире меняются. Были нарушены взаимоотношения между Китайской Народной Республикой и Советским государством. Для укрепления границы, чтобы никаких последствий в том не получилось лишних, для предосторожения, сюда были бросены с Дуная 10 вот таких боевых бронекатеров. И он службу лет 10 нес здесь. Иван Максимович Сердюк служил начальником вооружения речных кораблей, когда в 1967 году с десяток таких бронекатеров прибыли ходить по Амуру, демонстрируя мощь нашей армии за речным соседям. И напугать было чем. На палубе находится достаточно оружия. Пушка, установленная на башне от танка Т-28 и две пулеметные установки. Еще на борту помещались подводные мины. В первоначальной конструкции это предусмотрено не было, но в годы войны по необходимости появилось. Эти металлические ежики называются ямками. Внутри помещался порошок, похожий на сахар. После установки в воду он растворялся и взрывной механизм взводился. Для того, чтобы бомба рванула вражескому кораблю, достаточно было достронуться бортом до этих рожек. К счастью, за 10 лет службы на Амуре нашему бронекатеру не пришлось участвовать в боях. А в 1977 году корабль из инструмента устрашения переквалифицировался в учебное пособие. Его передали в Свободненскую школу юных моряков. На нем целых 10 лет мальчишки постигали азы романтичной профессии. А в 1987 году 905-й списали на пенсию. Он мог сгинуть в небытие, но судьба распорядилась иначе. Силами бывалых моряков корабль приобрел новую жизнь в качестве памятника. На бетонные волны на берегу его установили в 1989 году, а в 1990-м торжественно открыли. За своим многотонным товарищем, один из инициаторов его перевоплощения, Иван Сердюк, следил несколько лет, работая в здании неподалеку. Я был ночным директором «Елки-палки». Каждый день, по сути дела, я приходил и обходил его днем, и ночью мог. Хозяин был твою дивизию, и лет пять я там служил. Потому что душа болела, как-никак. Я же близок. Я много лет прослужил в этом русском флоте. Старший митчман в отставке. Прослужил до 60 лет. Я уже 91-й, а я пришел к своему боевому другу поклониться ему. Сегодня боевой друг стоит во всей красе. Пять лет назад бронекатер капитально отреставрировали, для чего корабль даже снимали с постамента. Потом, разумеется, вернули и гармонично вписали в обновленную набережную. Стоит отметить, что таких памятников, как наш 905-й, по территории бывшего СССР стоит еще семь. Самый близкий в Хабаровске, самый далекий в белорусском городе Пинск. И везде они прославляют подвиги своих небольших, всего в 10 человек экипажей, в частности, и всей Красной Армии в целом.